Что вы думаете о военно-индустриальном комплексе, Министерстве обороны и войнах в целом? Итак, я в принципе против государства няньки, и также я против такого подхода и во внешней политике. Это будет отправной точкой моих взглядов на Министерство обороны и оборону в целом. Во-первых, я считаю, и Неконом при помощи СМИ очень легко высмеивать такую мою позицию. Но я считаю, что если дать защиту союзникам США в интересах Америки, то мы можем ее дать, но только если союзники будут за нее платить. И это важно по двум причинам. Менее важная, но все еще важная причина. Менее важная причина — это все-таки заработок, верно? Ведь на данный момент у нас не так много доходов. Наш госдолг уже 34 триллиона и продолжает расти. И я считаю, что скоро оплата только процентов по нему станет самой крупной статьей в нашем федеральном бюджете. Так что у нас просто нет возможности разбрасываться деньгами, но это менее важная причина. А более важная причина — это то, что наши союзники сами также будут нести это бремя, чтобы у них не было соблазна влезать в конфликты, в которых они не платят всю цену за эти конфликты. Возьмем, например, НАТО. Большинство стран НАТО, буквально почти все страны НАТО, сегодня не платят и не предоставляют 2% своего ВВП за оборону своих стран. Что вообще-то является условием нахождения в НАТО. Так что большинство стран НАТО не исполняет свое основное обязательство, необходимое для присутствия в НАТО. Конкретно Германия очень сильно наживается на Соединенных Штатах Америки, и... Нет, я не собираюсь тут устраивать истерику. В таком случае мы не должны поддерживать наших союзников и предоставлять им защиту. Нет, я говорю совсем не об этом. Я хочу просто сказать, что вы должны платить за это. Платите свою долю. А, потому что у нас самих не так много лишних денег. Б, это покажет нам, что вы сами кровно заинтересованы в своей защите. Что, кстати, заставит страны гораздо более благоразумно относиться к рискам возможной войны. А когда кто-то другой за все платит и предоставляет гарантии защиты, то, эй, может и стоит рискнуть и посмотреть, что нам даст эта война. Вместо того, чтобы таким образом ввести ограничения на предпринимаемые союзниками решения. А теперь давайте поговорим про Министерство обороны. Я считаю, что главной целью решений, принимаемых верхушками обороны США, должна быть оборона нашей страны, Соединенных Штатов Америки. Ирония в том, что мы делаем это. Хуже всего мы не используем, ну, кроме береговой защиты, мы не используем армию США для предотвращения пересечения нашей южной границы и других наших границ. Наоборот, я думаю, что Соединенные Штаты Америки, наша родина, более уязвима сейчас, чем когда-либо. Уязвима для сверхзвуковых ракет из Китая и России. Возможности России, безусловно, превышают возможности Соединенных Штатов. Сверхзвуковые ракеты двигаются быстрее скорости звука и могут ударить по Соединенным Штатам. Они могут нести ядерный заряд. Мы более уязвимы для атак суперэлектромагнитным импульсом, которые могут безо всякого преувеличения, и они могут исходить как от других стран, так и от солнечных вспышек, вызвать значительные потери среди населения Соединенных Штатов Америки. Вся электросеть ляжет. Не будет преувеличением сказать, что самолеты начнут падать с неба, так как наши чипы очень зависимы от электромаг... Они очень уязвимы для электромагнитных импульсов. Мы уязвимы для кибератак. И я понимаю, что люди начинают зевать, это все скучно. Суперимпульсы, кибератаки. Нет, все это очень актуально. Вы можете столкнуться с тем, что не сможете получить свой инсулин, так как ваш холодильник больше не работает, еда вся протухла, машины, возможность перелетов снижена. И я считаю, что в отношении этих весьма серьезных рисков наши расходы на оборону абсолютно недостаточны. Я не один из тех, кто за или против повышения расходов на оборону страны. Мы просто тратим не на то. Но главным приоритетом наших расходов должна быть оборона нашей страны. Защита нашей физической родины. И я считаю, что мы вообще-то должны повысить расходы на защиту нашей родины. И это отличается от этой повестки по зарубежному интервенционизму и зарубежному государству няньки ради собственной выгоды. Вместо этого мы должны требовать, чтобы наши союзники больше тратили на свою защиту, а потом уже предоставлять соответственные гарантии защиты союзникам, если это соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Таково мое мнение. И я думаю, что вся эта система стала коррумпированной, согласно той знаменитой речи Дуайта Эйзенхауэра о военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов. Но я считаю, что все еще сложнее, чем просто финансовая коррупция. Это также культурный упадок и тщеславие, которое позволяет некоторым людям из этого класса экспертов считать, что их мнение и есть правильное, ведь если вы не будете следовать их советам, то они могут запугать вас последствиями. И чем прекрасны Соединенные Штаты как идея, что у нас гражданские контролируют армию? Человек, которого мы избираем как президента США, является настоящим и действительным главнокомандующим. У меня есть сомнения по поводу исполнения им этих полномочий. По-моему, вполне очевидно, что Джо Байден не является действующим главнокомандующим Соединенных Штатов Америки, хотя мы официально его так называем. Но хотя бы теоретически у нас граждане контролируют армию США. И я считаю, что хотя бы одно, что такой лидер должен сделать, это задать вопрос о цели. Какова самая главная задача армии США? Номером один должна быть защита Родины и людей, которые здесь живут. А мы этого не делаем. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Беспокоит ли вас то, что если на этих выборах ни у кого не будет преимущества, и Дональд Трамп проиграет с небольшим отставанием, то это породит хаос? Как нам минимизировать шансы этого? Я не думаю, что эту проблему надо рассматривать только в контексте того, проиграет или победит Дональд Трамп с небольшим перевесом. Я считаю, что этот человек за последние два месяца, в течение двух месяцев, столкнулся с двумя покушениями. И мы говорим не про возможные покушения, мы говорим о том, что были произведены выстрелы. Такие события меняют историю. Целое поколение американцев еще не сталкивалось с таким. А теперь в США это стало нормальным. Беспокоит ли меня, что страна идет по очень тонкому льду? Да. Я считаю, что это немного странно так переживать, по крайней мере, в СМИ, по поводу Дональда Трампа, в то время как именно Трамп подвергается вооруженным нападениям, а тех, кто согласно сообщениям, говорили про Трампа именно то, что мы слышим от демократической машины. И я считаю, что со стороны демократической партии по меньшей мере безответственно рисовать Дональда Трампа. Джо Байден уже годами говорит, что Трамп — это угроза для демократии существования Америки. И если вы продолжаете говорить так о ком-либо на фоне того, что уже происходит в нашей стране, я считаю, что это нехорошо для страны. Так что переживаю ли я за будущее страны? Находимся ли мы уже на грани? Абсолютно. И я считаю, что лучший способ избежать этого — это пройти через это. Пройти через эти выборы с решительной победой. Я думаю, что победа с большим перевесом объединит эту страну, как было при Рейгане в 80-м и потом в 84-м. Да и с практической стороны, если будут некие шероховатости, то большой перевес смоет их. Вот как, по-моему, можно объединить эту страну. И я не считаю, что перевес в 0,01%, где победители нам сообщат в новосях через 6 дней после выборов, не думаю, что это было бы хорошо для страны. Я считаю, что решительная победа, которая объединит страну и перевернет эту страницу последних четырех лет со всеми их проблемами, и скажет «Вот куда мы идем, вот кто мы такие, и вот наши принципы». Это будет возрождением нашей самоидентификации, и это возродит гордость в Соединенные Штаты, вне зависимости от того, республиканец ты или демократ. И я считаю, что на этих выборах это все может получиться, и именно такого исхода я и хочу. Мне нравится, что вы фокусируетесь на политике и часами говорите о политике. Давайте обратимся к внешней политике. Конечно. Какой именно мирный договор вы считаете возможным, достижимым и оптимальным на Украине, если вы сядете, если бы вы стали президентом? Если сядете вместе с Зеленским и Путиным, о чем вы считаете, можно будет с ними поговорить? Во время своих дебатов на Праймерис вы сделали кое-что весьма забавное, когда вы уличили остальных кандидатов в том, что они не знали названия ни одного региона, куда они хотели отправлять деньги и войска, что привело бы к смерти сотен тысяч людей, а они даже не знают названия регионов Украины. Да. Это был великолепный момент. Итак, как бы вы проводили переговоры с мировыми лидерами по поводу этой ситуации? Да, смотрите. Давайте посмотрим на интересы каждой стороны. И давайте будем в этом откровенными. Каждая сторона считает, что другая сторона является агрессором и тому подобное. Давайте просто об интересах. Россию беспокоит то, что НАТО смещает баланс силы от России в сторону Западной Европы, тем, что НАТО расширилось гораздо больше, чем они ожидали. И вообще-то Россия обещала, что НАТО не будет расширяться. Это довольно некомфортный факт для некоторых в Америке, но в начале 90-х Джеймс Бейкер пообещал Михаилу Горбачеву, он сказал, что НАТО ни на дюйм не пойдет дальше восточной Германии. Что ж, после падения СССР НАТО расширилось гораздо больше, чем при существовании СССР. И с точки зрения России, это реальность, которой им приходится противостоять. С точки зрения Запада, факт заключается в том, что Россия в этом конфликте — агрессор, который пересек границу суверенной страны. И это нарушение международных правил и нарушение признания международного закона, где страны без границ — это не страны. Учитывая все это, в чем заключается интерес каждой страны. Я считаю, что если мы сможем заключить адекватную сделку, которая даст России нужные ей гарантии в том, что они считают расширением НАТО в нарушении предыдущих договоренностей, но также получить от России писанные гарантии того, что они не будут вести себя безответственно, и просто так решить нарушить суверенитет соседних стран, где будут предусмотрены гарантии и жесткие последствия за их нарушение. Это уже будет начало сделки. Но я также хочу чего-нибудь и для Соединенных Штатов. Я хочу ослабления российско-китайского сотрудничества. И я считаю, что мы можем заключить сделку, которая кое-что дает и России. Но условием сделки является выход России из военного союза с Китаем. И в дальнейшей перспективе это может быть выгодной России, так как на данный момент Владимир Путин не особо рад быть младшим братом Си Цзиньпиня. Но российская армия вместе с китайскими морскими силами, а также российские сверхзвуковые ракеты и китайская экономическая мощь. Эти страны, находящиеся в Союзе, представляют реальную угрозу Соединенным Штатам. Но если для обсуждения вопроса о том, чьими являются некие территории, учитывая те, что сейчас оккупированы, условием будет требование, чтобы Россия убрала свое военное присутствие в западном полушарии. Люди забыли об этом. Куба, Венесуэла, Никарагуа. Но мы не хотим российского военного присутствия в западном полушарии, и это будет тоже победой для Соединенных Штатов. Никаких больше совместных военных учений с Китаем около побережья Олиутских островов. Вот что нужно Соединенным Штатам для защиты Запада. Убрать Россию из западного полушария. Уж, конечно, с североамериканской периферии. А также сделать так, чтобы Россия больше не находилась в военном союзе с Китаем. В ответ на это можно предоставить России то, что важно для России. Мы, чтобы добиться мира и окончания войны, должны адекватно обсудить, какими по окончанию этой войны будут территориальные уступки. И какими будут гарантии того, что НАТО не будет расширяться дальше, чем то, что исторически было гарантировано Америкой. Все это, по-моему, будет адекватной сделкой, которая даст каждой стороне то, чего она хочет, сразу же приведет к миру, приведет к большей стабильности. А самое главное, что ослабление союза Россия-Китай, а этот союз является настоящей угрозой для нас. И все участники этих дебатов за и против финансирования Украины не обращают на эту угрозу внимания. Вот, по-моему, путь, которым мы уменьшим риски начала Третьей мировой войны, а также снизим угрозу Западу, разрушив этот союз. Итак, с точки зрения Америки, главной целью является ослабление союза между Россией и Китаем. Да. Я считаю, что военный союз между Россией и Китаем представляет для нас величайшую угрозу. Так что заключите сделку, которая будет казаться адекватной с обеих сторон. Но главное, что мы получим от этого, это ослабление этого союза. Никаких совместных военных учений, никаких военных объединений. И это отслеживаемые моменты. Если нас обманут в этом, то мы незамедлительно вызовем последствия в ответ на их обман. Но нам также нельзя будет обманывать в отношении наших собственных обязательств по этой сделке. Но это все может быть очень болезненным для Украины. На данный момент Украина зашла на небольшую часть России в Курском регионе. Россия заняла огромную часть. Донецк, Луганск, Запорожье, Херсонская область. Так что, учитывая то, что вы предлагаете, не похоже на то, чтобы Россия отдала те территории, которые уже контролируют. Вообще-то, я считаю... И это, конечно, будет обговариваться во время переговоров. Но главные цели переговоров — это перемирие, ослабление Российско-Китайского союза. Но что получит Россия из этого? Частью будет... Вот часть этой сделки, которая не вредит Украине, но идет на пользу России. Я не считаю, что это игра с нулевой суммой, где в проигрыше остается только Украина. Я считаю, что возобновление экономических отношений с Западом будет большой победой для России. А также той морковкой, которая выведет их из военного союза с Китаем. Я правда думаю, что верхушка нашего МИДа исторически обладает бедным воображением в отношении инструментария, доступного для нашего использования. Ранее в нашей дискуссии я критиковал Никсона за его роль в росте правовой и регуляторной функции государства. Но сейчас я хочу похвалить Никсона за кое-что другое. У него хватило воображения оттянуть Красный Китай из зоны влияния СССР. Он еще тогда развалил Российско-Китайский Союз, что явилось важным шагом к тому, чтобы приблизить окончание Холодной войны. И я считаю, что и сейчас есть возможность для такого неординарного маневра при использовании возможности возобновления экономических отношений с Россией для того, чтобы вытащить Россию из лап Китая. Это никаким образом не повредит Украине, а для России это будет являться большой морковкой. Я считаю, что так же будут обсуждаться и территории, ведь, ну, знаете, даже в хорошей сделке не всем нравятся все 100% этой сделки. Но это и есть цена за мир, не все будут рады всем аспектам этой цены. Но я могу представить себе ситуацию, в которой перемирие также в интересах Украины. Давайте отмотаем назад. Вот мы смотрим на начало 22-го, может, июнь 22-го. Зеленский еще тогда был готов заключить сделку. До того, как Борис Джонсон, у которого были свои внутренние проблемы, приехал для того, чтобы убедить Зеленского продолжать сражаться. И это связано с тем моментом, что когда от страны требуется платить за свою безопасность, то перед ними стоит моральная проблема по принятию на себя рисков, плохих рисков, так как они не несут на себе в полной мере тяготы принятия таких рисков. Если бы Украина договорилась бы еще тогда, то это уже несомненно, что они получили бы лучшие для себя условия, чем сейчас. После того, как были потрачены сотни миллиардов долларов и... потеряны десятки тысяч украинских жизней. Так что идея, что Украина выиграла от того, что не договорилась еще тогда, это ложь. И если мы не научимся на ошибках недавнего прошлого, то мы обречены на их повторение. Так что идея, что это будет болезненным для Украины... Знаете, что болезненно? Десятки и десятки тысяч людей, продолжающих умирать. Учитывая, что никакого преимущества в дальнейшем они от этого в итоге не получают. По-моему, есть вариант, который удовлетворит всех. Победой для США и Запада в целом будет ослабление Союза России и Китая. Победой для Украины будет соглашение, подкрепленное интересами Соединенных Штатов Америки. Соглашение, которое предоставляет больший уровень безопасности и суверенитета для Украины. И которое остановит текущее кровопролитие. И, по-моему, это победа для России, которая восстановит экономические отношения с Западом и получит некоторые гарантии по поводу масштабов расширения НАТО. Нет такого правила, гласящего, что если одна сторона, по крайней мере, до того, как началась полномасштабная мировая война, есть вариант, при котором выигрывает каждая сторона, а не так, что наш выигрыш — это проигрыш для России, или что любой плюс для России — это минус для Соединенных Штатов и Украины. Хочу добавить еще кое-что, что, возможно, Путину и не понравится, но о чем можно вести переговоры. Это вхождение Украины в Евросоюз, но не в НАТО. Это для установки экономических отношений, а также обоюдной уплаты. Но чтобы были гарантии того, что восстанавливать Украину, будут и Россия, и Соединенные Штаты. Одна из грядущих проблем Украины, как разоренной войной страны, это как гарантировать дальнейшее процветание этой страны. Ведь вы хотите не просто остановить смерть и разрушение, но также хотите дать возможность, при помощи которой вы сможете восстановить страну и дать в будущем этой стране стать процветающей. Я думаю, что во время нашего разговора стало ясно, что есть множество уровней и направлений того, как могут вестись переговоры. И это же хорошо, верно? Если есть только один фактор, который важен всем сторонам, и этот фактор становится красной чертой, то нет возможности вести переговоры. Все эти вопросы очень сложны и исторически запутаны. Отношения России и Украины, отношения НАТО и Соединенных Штатов, союз Китая и России, экономические интересы совместно с геополитическими факторами. У этих переговоров очень много уровней. Чем больше этих уровней, тем больше вариантов, что это будет выгодно всем участникам. Так что я считаю, что это хорошо, что тут есть так много уровней. Это делает весьма вероятным, что разумные и практичные мирные переговоры возможны. Ведь обратная ситуация, когда для каждой стороны важно только одно, тогда очень тяжело вести переговоры. Но здесь есть возможность заключить сделку, и это потребует сильного лидера, при котором Соединенные Штаты будут вести себя жестко не только с Зеленским или Путиным, но со всеми сразу. Жесткое отстаивание наших собственных интересов, заключающихся в стабилизации ситуации. И я считаю, что если так будет, то это будет и в интересах России, и в интересах Украины. Если бы вы были президентом, позвонили бы Путина? Конечно, да. Во время переговоров вы должны понимать, когда и кому стоит звонить. Но я также считаю, что проявление желания вести открытый диалог, это также является рычагом ведения переговоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова